Доброе утро, коллеги! Доброе утро, телезрители! В эти выходные в России отмечают свой профессиональный праздник сотрудники правоохранительных органов. Хочется отметить, что Евпатория в этом плане считается одним из самых тихих городов Крыма, если можно так сказать. За последние полугодия здравница заняла первое место по раскрываемости преступлений на полуострове. За этот год оперативность увеличилась почти на 60%, но это не только заслуга инспекторов, хочется отметить и самих жителей. У нас сейчас в гостях председатель региональной организации «Наследие» Владимир Терещенко. Владимир, здравствуй! Доброе утро! Стоп-наркотик, движение, которое уже действует несколько лет. Ребята выходят с необходимой атрибутикой на улицы города, закрашивают фасады здания так называемых наркографит. Скажи, чья идея создать вот такое движение? В первую очередь мы присоединяемся к поздравлению правоохранительных органов. Это на самом деле их заслуга полностью, потому что этим они занимаются профессионально. Наши активисты – это добровольцы, и это несет такой характер дополнительной помощи. Закрашивают наши активисты постоянно, закрашивают с помощью кисточек, краски. Сейчас используем водоэмульсионную краску, потому что именно фасадная, она держится более долго, не смывается. Также же баллончиками, потому что много активистов уже просто идя на работу, с собой берут в портфель, в сумочку, в баллончик, видя какую-то надпись, проходя мимо, ее сразу устраняют, закрашивают. А правда ли, что количество участников уже исчисляется сотнями? Уже даже, наверное, больше. Просто люди постоянно работают, люди на учебе. Сегодня может определенное количество людей принять участие, завтра другое. То есть постоянно идет ротация в зависимости от свободного времени. Если взять в общее такое количество, то больше сотни уже будет. Основные места распространения подобных наркографий – это школы, детские, сады, фасады многоквартирных домов. Вот скажите, как определяете территорию зачистки? Ну, мы пробовали постоянно, как бы искали такой механизм рабочий, удобный, простой, чтобы это охватить, тем более, весь город. Это непросто. Ну, у нас уже, так скажем, активистов-то уже немало, много. Есть группа Вайбель, есть у нас вообще руководитель этого направления, это Мария Дорожка, которая это вообще все курирует, занимается этим непосредственно. И ей доносят всю информацию, то есть там, где появились новые надписи, где там, ну, люди увидели, проходя мимо, пишут и в соцсетях, и в личных сообщениях. Мы это сразу скидываем в рабочую группу, начинается обработка, мониторинг. То есть информативность у вас отлажена уже за это время? Уже да, да, за это время уже смотрели. Скажи, что вот в основном, на твой взгляд, несут в массы авторы таких рисунков? Явно ничего хорошего. Если вот, когда наше движение только начиналось, многие не понимали, что это за надписи, думали, это простые граффити. Дети, подростки балуются просто, да, как это там было какими-то надписями на стенах, ну, не понимали, что они обозначают. Но это, скажем, вот как, да, наша полиция, она-то постоянно работает, борется профессионально с этим, сайты блокируют, то есть информацию им перекрывают. Хотя это современные технологии очень тяжело. Если раньше там поступила информация, да, кто-то продает эти наркотики там на доме, либо где-то там еще его пришли, там, ну, разработали, арестовали и так далее. А здесь в интернете отследить очень тяжело. Тем более эти телеграммы, каналы там вечно меняются, удаляются, не скопировать, не отснять, ну, практически невозможно, очень тяжело. Но правоохранители и это, скажем так, уже научились этим бороться. Вы упомянули полицию, то есть вы плотно, да, сотрудничаете с правоохранительными органами? Конечно, потому что любая общественная, скажем так, ну, общественная работа должна приносить пользу. Если это будет работа несовместная, она может пойти на вред, наоборот, то есть и городу, и правоохранительным органам. Поэтому здесь однозначно должна быть полная синхронизация, чтобы не было каких-либо других последствий. А есть уже какая-то определенная статистика, может, ты знаешь о ней, сколько поймали вот подобных ребят, которые оставляют такие надписи? Ну, по нашей информации, за летом, наверное, их более уже 11 было. Вчера или позавчера еще поймали, вот одного закладчика парню было 19 лет. В основном, как бы, это работают даже гастарбайтеры, наши местные, как-то все же ребята у нас более здравые, как-то не подвязываются под эти, скажем так, истории, понимают ответственность, как бы, и не хотят этим заниматься. Мы подготовили подборку видео с камер видеонаблюдения. Схема у таких, ну, можно так сказать, нельзя черных бизнесменов отлажена. Давай посмотрим и скажи, что грозит вот за подобные нарушения? Ну, за распространение таких видео, раньше, если был просто штраф, предназначен, так как, ну, за вандализм, то на сегодняшний день уже есть механизмы, где это доказывается, что это уголовное преступление, что непосредственно это как один из механизмов реализации продажи наркотических средств. А вот можно видеть, что лица в основном, да, они скрывают для того, чтобы не попасться? Ну, конечно, хотя есть видео, где полностью видно лицо, да, этих злоумышленников, которые идут на это. А удавалось ли лично ловить вот таких преступников? Ну, были случаи, ловили, но у нашей организации цель там не посадить, не там ограничить. Наша цель вообще воспитать там здоровое поколение, то есть, наоборот, отодвинуть от всех этих историй, потому что, как правило, кто занимается этими надписями, они в основном даже не наркоманы, они это не употребляют. Они идут именно за деньгами туда. А есть в городе вот такие районы, которые, ну, самые опасные считаются? Нет, у нас все районы безопасные, у нас в городе спокойно. А что касается частного сектора? С частным сектором немножко сложнее, просто в том плане, что его мониторить сложнее, да, там, как бы, активистов меньше. Если в многоквартирных домах у нас и председатели с нами сотрудничают, да, предоставляют информацию, то в многоквартирных домах это все просто. С частным сектором сложнее, тем более, по сути, это должны выполнять сами жители, которые проживают в частном секторе, закрашивают те надписи, которые у них появляются на заборах. А вот это вот видео, которое мы сейчас видим на экране, оно буквально недавно появилось в социальных сетях, резонанс нанесло сразу же. Скажи, что вот конкретно, вот мы можем об этом говорить, уже поймали этого человека, либо нет, или ты не в курсе? Сейчас такой информации нет, это просто та группировка, которая работает не только в Евпотоке, это по всему Крыму. То есть их вот на следующий день уже видели в Керчи, они были. То есть это именно гастарбайтеры, которые этим занимаются. Видите, он даже лицо особо не прячет, не маскируется. Ну, увидел камеру, отошел. Владимир, я знаю, у вас в прошлом году было за поимку вознаграждение предусмотрено. Действует ли это в этом году? Оно продолжается. У нас вознаграждение 5000 рублей, да, за информацию о том человеке, который этим занимается, да. Ну, даже предположение, можно не обязательно, да, там, рваться за деньгами, скажем так, именно вот конкретно. Там просто можно предоставить информацию, мы ее там проверим, передадим в правоохранительные органы, если будет такая необходимость. Поэтому, пожалуйста, да, мы такую информацию принимаем. И по традиции расскажи нам про планы. Ну, планы у нас больше, скажем так, то есть это последствия, да, мы закрашиваем надписи, а в планах у нас, и, в принципе, мы их уже реализовываем. Это более спортивные мероприятия, то есть поднятие спорта в Евпатории. Мы сотрудничаем с Центром массового спорта, вот у нас есть уже тоже определенные успехи. Они нам помогают именно профессионально, скажем так, ставить наши мероприятия, подсказывают, где-то мы им уже подсказываем, вот, то есть у нас такие уже дружеские отношения. Кстати, вот, пользуясь случаем, приглашаю всех на утреннюю пробежку, которая состоится в это воскресенье в 9 часов утра. И пробежка несет характер, что вот нам именно нравится, военно-патриотический, то есть каждая пробежка, она посвящена нашему Евпаторицу, герою Советского Союза. То есть такие вот у нас планы, чтобы именно заниматься, люди наши занимались спортом, и, конечно, спортсмены, они просто никогда не будут даже смотреть в ту сторону. Спасибо, Владимир, что нашел время к нам прийти с утра в студию «Утромного дня». Евпатория за здоровый образ жизни. Стоит отметить, что в этом году на территории города работает порядка 300 камер видеонаблюдения с ночным режимом съемки. Это позволило сократить преступность, ну, порядка на 30%. Мы продолжим следить за этой темой. Коллеги, я передаю вам слово, как у вас, тихо ли на горизонте?